Большую поддержку оказали вот эти замечательные люди. Огромное им спасибо. Батькой стал, Рэнди. Самый лучший день заходил вчера. Всем здарова, друзья. С вами снова Чизбергер. В этом видео я расскажу вам, как сделать пистолет, стреляющий резинками. Делать мы его будем, как обычно, из дерева. Для этого нам понадобится фанера 5-миллиметровая, лобзик ручной, струбцина и шаблончик. Скачать вы его можете, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Итак, этот трафарет мы распечатываем три раза и наносим три вот таких рисунка. Где два из них, это внешние, и один внутренний, с разъёмом под механизм. Рисуем это на 5-миллиметровой фанере. А детали курка мы наносим на более тонкую, вот как в моём случае, 2-миллиметровую. Далее, всё это дело мы должны вырезать. В итоге, после вырезания, у нас должны получиться вот такие детали. Следующим шагом мы будем сглаживать, чтобы придать нашему пистолету формы, как у оригинальной модели. Для начала, мы возьмём одну из боковин нашего пистолета, и в этом месте сделаем небольшое сглаживание. Должно получиться примерно так. То же самое мы делаем на другой боковине. Итак, давайте же, наконец, перейдём к склеиванию. Возьмём правую боковину и центральную часть, и осторожно нанесём клей на внутреннюю поверхность. Итак, мы берём нашу деталь, прикладываем ровно-ровно к основе, и затем склеиваем. После того, как приклеили боковину к центральной части, мы нанесём клей на вот эту маленькую деталь нашего магазина, и приклеим её. Следующим шагом мы будем склеивать наш урок. Для этого деталь с вырезом. На неё мы наносим клей, и приклеиваем к основе. Следующим шагом мы приклеиваем эту деталь на вот это место. Вот таким образом. Далее мы берём вот эту маленькую детальку, наносим на неё клей, и прикладываем вот таким образом к нашему курку. В итоге у нас должна получиться вот такая вот деталька, которая будет свободно входить в нашу основу и двигаться в ней. Далее мы берём маленькие резинки, желательно две для надёжности, и соединяем вот эти вот две части. У нас должен получиться вот такой механизм. Резиночка возвращает наш курок в исходное положение. Осталось просверлить дырки в финальной боковой части, чтобы приделать её к основе, так как если мы склеим, то мы потом не сможем его разобрать и поменять резинки, если она порвётся. После того, как мы высверли отверстие, наша задача по желанию отзенковать отверстия, чтобы в них входила головка нашего винтика. Ну а теперь наша задача вкрутить наши винтики. Ну и финальным шагом мы приклеиваем оставшуюся деталь от магазина. У нас получится вот такой пистолет, который стреляет резинками. И если у вас резинки не слетают, когда вы их натягиваете, то берёте шкурку и вот тут-вот сглаживаете. Просто потому, что когда вы нажимаете на курок, резинка слететь не может, потому что она цепляется за эти острые уголки. Ну и финальным шагом мы берём нашу точную бумагу, сглаживаем и придаём нашему пистолету оригинальную форму. Осталось раскрасить желаемую вами раскраску. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Таким образом, друзья, у нас получился вот такой вот пистолет на основе P250 из Counter-Strike. Ну и теперь давайте испытаем его на дальность стрипы. Так, вот я насадил все три резиночки. И теперь давайте посмотрим, как далеко стреляет эта штука. Как видим, скорость полёта довольно велика. Дальность поражения тоже немалая. Вот такой сегодня, ребят, был обзор. Если я вам помог, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Чизбургер. До новых встреч!